всем огромный привет рада видеть вас на своем канале сегодня в работе мне вот такие яркие длинные ногти все с виду относилась хорошо ничего нигде не цепляется не топорщится но как уже показывает опыт не всегда это значит что все хорошо относилась внутри включаю вытяжку и приступаю к снятию старого материала на такой длине конечно же снятие происходит чуть дольше чем на коротких ногтях и плюс здесь мне нужно убрать полностью толщину на ногтях где дизайн здесь я цвет наносила под укрепляющий слой поэтому мне нужно убрать укрепление дойти до цвета и убрать цвет на остальных ногтях где просто цвет я конечно так делать не буду я просто уберу слой укрепления и оставлю если там все хорошо относилась если нет от слоя к оставлю такой средненький слой чтобы не проделывать ненужную работу то есть и при имеющемся хорошем укреплении сносить его и заново укладывать это же укрепление для меня это бессмысленная работа я убираю примерно половину вижу что нет от слоек все хорошо относилась и оставляю если есть от слойки конечно их нужно убрать на ногти большого пальца вообще вот такой нехороший сюрприз здесь была от слойка видимо уже давно плесень прокрасила уже верхние слои ногтевой пластины обычно такая плесень если она недавно она убирается либо фрезой либо пилочка верхний слой ноготочка мы убираем этот глянцевый и плесень вместе с ним уходит но здесь уже проникла плесень глубоко слои ногтевой пластины но ничего страшного я в этом не вижу кто-то может кричать а караул срочно куда-то нужно бежать я ничего страшного в этом не вижу это плесень она убивается под воздействием кислотных веществ у нас есть кислотный праймер кислотная база этими всеми материалами я обработаю ноготь все живые микробики погибнут и можно смело покрывать этот ноготь материалом все будет отрастать и срастать главное чтобы клиентка следила чтобы опять не образовалась от слоек опять туда не попала влага и не опять и опять не завелась плесень а так у меня у самой такое было я как-то очень долго ходила с покрытием образовался кармашек я его видела этот кармашек думаю ладно потом 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 но и так доходило что при снятии у меня примерно такая же ситуация была на ногтями семянного пальца я обработала кислотным праймером нанесла кислотную базу и все благополучно сросло вот это вот просто пятно окрашена она будет срастать и по мере того как мы будем убирать длину когда-нибудь оно срастет единственное тут конечно длинные ногти срастать будет долго за счет того что длина приличная а с другой стороны мы выпиливаем с внутренней стороны натуральный ноготь так что я думаю тут тоже все быстренько срастет здесь меня клиентка просит показать гель ей понравился на типсе она просит показать как выглядит на руках ей он не понравился выбрала гель лаки в общем долго мы сидели помимо того что и так долго работа так еще и долго выбирали цвета которые она хочет видеть на своих руках все таки выбрали наконец-то и приступаю к покрытию на нашу грунтовочный слой каучуковой базы и теперь делаю бортики я не делаю здесь поднятие клюющих кончиков я как-то делала но клиентка не оценила она мне прямо сказала говорит мне все равно для меня не критично что ногти клюют вниз я спокойно могу сходить как с клюющими ногтями так вот и с приподнятым я про себя думаю зачем я буду тратить свои силы на то что клиентки как бы не надо но мне нужна немножко толщина и немножко высота для того чтобы я смогла заузить ногти и не перепилить боковые стороны потому что когда ногти клюющие а мы делаем узкий миндаль допустим то по бокам получаются такие клювики как будто дуги если смотреть на ноготь сбоку по нижней параллели чтобы этого избежать нужна высота и толщина бортики дают достаточную высоту и толщину и теперь я смело могу заужать боковые стороны а пил этих ногтей такой же стандартный как и коротких здесь техника не меняется сначала первым делом боковые стороны от точек в росток свободному краю далее я опиливаю поверхность по всему свободному краю и теперь мне нужно поднять всю толщину которая у образовалась а толщина как видите здесь не маленькая долго я пилю во первых из старого материала я не убирала полностью на свободном крае а во вторых еще сделала бортики да это не не то что прям там глобальное какое-то поднятие но все равно пол миллиметра высоты мне это дает поэтому на торце достаточно долго я пилю снизу чтобы убрать вот эту всю толщину кстати для этих ногтей я специально заказала пилки гритностью 100 потому что 150 я прям долго сидел и пилила а 100 несколько движений все готово выпиливаю с внутренней стороны делаю арочку внутри чтобы ногти смотрелись естественно и красиво кстати в начале можно было видеть какая толщина прям до середины свободного края ногти были плоские это говорит о том что я убирала толщину но и приступаю к покрытию цвета некоторые ногти покрываем светлым гель-лаком хамелеон его можно наносить и на черный фон но клиентка сказал что черных слишком много будет а черный у нас будет под гель-лаком кошачий глаз сейчас очень много серебристых оттенков кошачьего гель-лака а у меня есть вот такой золотой это все то же самое просто он золотой и клиентка прям не могла с него глаз свести грит как мне везде серебро а я вот хочу прям золото потому что это необычно и говорит я такого не видела я у меня на типсах это золото лежит как на молочной так и на черном фоне клиентка выбрала на черном 2 часа 40 минут потратили мы на эту работу ну и вот такие ногти получились ленткой все переживала с чем же сочетать эту золотую кошку и как это все будет смотреться в цельной композиции по моему получилось очень круто в жизни вообще здорово смотрится и по итогу она сказала да классно мне нравится и хамелеон подходит и кошка красиво играет и смотрите какие ногти получились сбоку без глобального поднятия сохранением старого материала на торце и бортики все ровненько все красивенько ну а если вам понравилось сочетание цветов обязательно дайте знать мне об этом в комментарии но на сегодня все всего доброго хорошего дня